И так, наконец-то я дошла до того, что поеду посмотреть на замок Neuschwanstein, и, к сожалению, я думала, так как это тоже находится на юге Баварии, я могу из Беттольца туда добраться, но нет. Не через Мюнхен, это только на своей машине, а у меня не прав, естественно, ни машина, ничего. Вот, поэтому мне пришлось приехать в Мюнхен, но я думаю, окей, у меня есть час времени до моего поезда, до Фюссена, и я, по крайней мере, заселюсь в хостел и кину свои вещички. Мне очень повезло, что меня заселили на час раньше, моя комната, потому что готова, чудесный вамбат-хостел, где тебе всё дают, даже welcome drink. Вот, так что и локеры тут есть, и полотежки, прям вообще идеально. Кидаю свои вещички и еду в Фюссен. То, что не так много вариантов добраться до Нейшмаштайна, по-простому, да, их очень мало, но, так скажем, на поезде, дойти пешочком, это всегда можно, что я, в принципе, и сделала. Я решила идти от Фюссена до Нейшмаштайна над пешком, чтобы не стоять в очередях, не ждать людей, вот. Так что, блин, так давно не была на Хоффбанхофе, вот, всё, кидаю вещички и еду на Хоффбанхоф. Я лошара. На минуту я опоздала на свой поезд, просто потому что думала, что он польза своих пауз. И следующий, почему-то в автомате, мне пишут, что он через час, это, конечно, плохо. Вот, так как мне, ну, блин, целый час терять, это, конечно, плохо. Но почему-то здесь на табло написано, что через пять минут будет ещё один поезд Фюсса. И я не знаю, почему его не было в автомате, так что подождём. Я очень надеюсь, что через пять минут реально будет ещё один поезд Фюссса. Когда не было, то, что прибыл уже другой, и, ну, придётся мне хоть чашку подняться. Так что плануло, обидно, очень обидно. И тогда, наверное, поеду на автобусе, а не пойду пешком, как собирала. Короче, шанс есть. Сейчас время просыпаться без пяти пяти, как я приехал сюда. Уже на вокзале есть лодки, на всякий случай, если, например, там не надо приходить с чемоданом на один день, чтобы его там оставить. Что-то уже очень круто. И, естественно, куча такси, отелей, чтобы остановиться здесь, в Фюссоне. Здесь же, короче, автобус. И вроде как он мне должен доесть до Шангал, и оттуда я уже пойду пешочком. И думаю, я успею на семь часов обратно на поезд. Но если нет, то, в принципе, все равно есть варианты, как вернуться. Но там придется доплачивать, потому что баварский билет, который я купила, он на один из поездов, который идет позже, не распространяется. Но бегать по достопримечательностям я умею, так что попробуем. Сегодня прям день глупой Ксюши, потому что оказывается, что на этот автобус тоже распространяется баварский билет, который у меня есть. А я заплатила за проезд в 2.40. Но ничего. Поможем транспорту баварить. Итак, менее чем за 15 минут доезжаем до остановки Хоншванграу. Хоншванграу наверху. И... Хоншвангстайн должен быть, конечно, симпатичнее. Вот, так что иду туда. Такое... надо с собой сориентироваться, в какую сторону. Вот. Вот Хоншванграу. Остановка. Короче, официальная тропинка чуть дальше. к замку. Но мэпс.ми показывает, что по этой тропинке тоже можно дойти. Тут же вспомнила про свои палки. Точнее, про свой палон Девина. Ну, кто знал. Така осень красивая. Прям огонь. Короче, думаю, что я дойду. Очень на это надеюсь. По этой тропинке. Так как она короче. Мне, собственно, только обзор нужен. Сам замок я не пойду. Говорят, там ничего особенного. На любителя, наверное. Вот. А я охотник за видами. Ладно, впереди идёт какой-то парень. Он ехал со мной в автобусе. Ему тоже нужен замок. Окей. Пошла на официальную тропинку. Можно добраться ещё на лошадях. Вот. Вот. Наверное, всё-таки так проще. В общем, я немножко сократила. Я снова срезала. Потому что хочу добраться до обзорной площадки. Потому что там будет красивый мост. Вот. в гору в лесочек. Так, мальчик меня, походу, уже обогнал. Само того не ожидая, я вышла к Маринбруке. Здесь ограниченное количество народно не может находиться. Всего 400 человек. Это просто бомба. Просто офигенно. Вау. Офигеть. Я думаю, мост он красивый со стороны. Это просто потрясающе. Хотелось бы здесь насладиться этим землочиством. Но я думаю, это не важно. Какая река под Москвой. Куда не страшно снимать. Какая река под Москвой. это очень красивая. Решила пройтись еще немного дальше после моста. На самом деле, надеялась посмотреть на мост со стороны. Но не уверена, что я его смогу отсюда увидеть. Думаю, мне надо уже поворачивать назад. Ну, как бы мост где-то там. Мне кажется, я все-таки не увижу со стороны. Ну, ладно. Вид с моста, он стоящий. Красота. И вот еще вид в Хуншангал. О, боже. В общем, я уже спустилась к дороге. Спуск у меня вообще занял минут 10. Тогда как подъем, но где-то полчаса. Вряд ли меньше. и я вот думаю, я вот думаю, я как бы верю в судьбу, все такое, что все не случайно. И я вот думаю, вот почему я всего лишь на минутку опоздала на поиск, который я изначально планировала. И сейчас я думаю, что, наверное, чтобы я не решила действовать в своем изначальном плане, то есть идти от Фьюсона до сюда пешком. Потому что, мне кажется, я бы так устала, и сидя сюда где-то час, может быть, что подняться, потому что подъем очень крутой местами. было бы прям тяжело. И я прям попала на закат, на начало заката, и это было чудесно, просто восхитительно. Так что, возвращаясь в Фьюсен, может быть, даже успею что-нибудь там перекусить, так как у меня практически час до моего поезда. Вот. И возвращаемся в Фьюсен.